«Мы нацелены на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий в противодействии традиционным и новым угрозам и вызовам миру, безопасности, стабильности и развития в регионе». Об этом сегодня заявил президент Саджиопаров на саммите Центральной Азии Китай в Сиане, в работе которого он принял участие в рамках своего государственного визита в КНР. Перед началом саммита состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран Центральной Азии и председателя КНР Си Дзиньпина. В своем выступлении президент Саджиопаров подчеркнул символичность проведения первого саммита Центральной Азии Китай в древней столице городе Сиане. Он отметил, что повестка саммита в полной мере отражает общие цели и стремление к многоплановому сотрудничеству во благо совместного развития. Кыргызская сторона готова к активной работе по всем направлениям взаимодействия в рамках формата Центральной Азии Китай. Глава государства обозначил, что в перечне договоренностей инициатив по итогам саммита предусмотрены конкретные решения и намерения по приоритетным сферам сотрудничества. Создаются более 10 механизмов и платформ для совместной работы. Драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного транспортного логистического потенциала. Именно его первоочередное активное развитие стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри региона. Садр Джапаров озвучил китайскую поговорку «Хочешь разбогатеть, построй дорогу». В этой связи глава государства обозначил значимость проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Вместе с тем, глава государства обратил внимание участников саммита на то, что в Кыргызстане предпринимаются практические шаги по улучшению инвестиционного климата, привлечению иностранных инвестиций. Кыргызстан работает по привлечению инвестиций в сферу сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики. Еще одним конкурентным преимуществом региона Центральной Азии президент назвал богатство природно-сырьевых, прежде всего минеральных и энергетических ресурсов – огромный потенциал для совместного взаимовыгодного сотрудничества и развития.